Одно из самых масштабных событий года в нефтегазодобывающей отрасли Тюменский нефтегазовый форум состоялся на этой неделе. Мероприятие прошло в новом формате. Участники встречи имели возможность пообщаться в прямом диалоге с первыми лицами индустрии из любой точки планеты. Главной темой ТНФ-2020 стало обсуждение топливно-энергетического комплекса будущего поколения. В дискуссиях приняли участие и вице-президент Лукоил Азад Шамсуаров и генеральный директор общества Лукоил Западная Сибирь Владислав Зубарев. Несмотря на действующие ограничения, в этом году форум расширил свои границы. Площадь технопарка увеличилась на 700 квадратных метров. А большинство участников следили за всем происходящим в режиме онлайн. Во время трансляции можно было увидеть презентацию новейших разработок отраслевых компаний. Лукоил представил реализацию проекта по внедрению в производство вентильных двигателей. Высокоэффективный электропривод – это совместная работа общества Лукоил Западная Сибирь и предприятие Лукоил и Пусервис. Экспозицию посетил заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов. Вентильные двигатели стандартного размера уже используются на месторождениях Лукоила несколько лет. Экспонат, который представлен на выставке в этом году, отличается. Его диаметр всего 81 миллиметр. Сегодня мы уже представляем вентильный двигатель габарита 2А. То есть это много меньше, чем стандартный размер, который позволяет осуществлять спуск насосов погруженных, скважины малого диаметра, хвостовую часть скважины. То есть там, где не позволяет стандартный габарит спустить. Продемонстрировал Лукоил и свои достижения в области цифровизации. В 2019 году компания завоевала премию «Камью Эвордс» в номинации «Лучший IT-проект в нефтегазовой промышленности». Ее присудили за внедрение на месторождение к Западной Сибири интегрированной модели управления. Очень много различных технологий мы используем, вплоть до нейронных сетей. Нейронные сети помогают нам с этим объемом информации справляться. После экскурса по технопарку эксперты встретились на главной панельной дискуссии. Среди вопросов, какими должны быть ресурсы будущего, заменит ли так называемое зеленое, то есть экологичное топливо нефть, и когда состоится переход на возобновляемые источники энергии. Также обсудили способы производства водорода. Заместитель председателя правительства Юрий Борисов и заместитель министра энергетики Павел Сорокин сделали прогноз развития отрасли на ближайшие 20 лет. Заявление ведущих экспертов, что, скажем, к 40-м годам доля нефтепродуктов перестанет доминировать в топливной корзине, и резко уменьшится потребление угля, может быть, сохранится тенденция к использованию газа, а, как вы знаете, Россия богата от этого. Поэтому одного какого-то топлива будущего, наверное, назвать сейчас нельзя, но не хотелось бы, но энергобаланс, если не усмотреть, например, в 40-м году, я думаю, что все равно будет в основном углеводородным. Но возобновляемые источники энергии и водород, я думаю, что к 40-м году имеют возможность занять до 30% энергетического баланса против примерно 12-15 сейчас. Инновационные технологии, совместные проекты и соглашения. Цель всех дискуссий – создать условия для безопасной добычи и переработки углеводородов. О утилизации покупного нефтяного газа я уже об этом говорил. Мы дошли до уровня показателя 97,6% утилизации покупного нефтяного газа, но мы из этого всего извлекли и для себя рациональное зерно. Все те ингредиенты Ц5 и выше, которые являются продуктовой частью нашей коллекции Сибура, мы также перерабатываем на наших газохимических комплексах. То есть мы также участвуем в создании стоимости на втором и третьем технологическом переделии. Тему экологической безопасности продолжили во время панельной дискуссии. Первый заместитель генерального директора, главный инженер Лукоил Западной Сибири Азамат Валеев рассказал о программе, которая уже сегодня на территории деятельности общества позволяет утилизировать попутный нефтяной газ на 99%. Такие проекты помогают активно развиваться топливно-энергетическому комплексу. Ну а Тюменский нефтегазовый форум – это то место, где обсуждения становятся стратегическими задачами на международном уровне. Светлана Сопрыкина, Николай Сапожников. Специально для программы «Вместе о главном». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова